Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе было рекордно коротким. Я, честно говоря, не припомню, чтобы оперативка длилась всего 41 минуту. Начал Радий Фаритович свое вступление с того, что скандал на встрече с активистами всемирного курултая Башкир назвал нужным, полезным и непростым диалогом. Ну, непростым испытанием для Хабирова, очевидно, стало неожиданное напоминание о жертвах баймахских событий и предложение почтить память погибших, погибшего как минимум одного Даутова, минуты молчания. Ну, а полезными, видимо, стали для Радия Фаритовича те ведра неприкрытой лести, которые выплеснули на него вот эти как бы активисты, как бы организации. Ну, так вот, Радий Фаритович охарактеризовал свои приключения прошлой недели. Упомянул он и о памятнике Муртазе Рахимову, который открыт был тоже на прошлой неделе. Однако, упоминание это было кратким. Хабиров твердо и окончательно заявил, что памятник ему очень нравится и, как говорится, точка. Значительно более охотно Хабиров говорил о поездке в Беларусь. Ну, ему действительно там нравится. Его встречают, кормят, возят красиво, значительно более красиво, чем здесь на родине. Там всякие кортежи, полиция перед ним несется, или милиция там в Беларуси. Я не знаю, чего уж у них-то как. Ну, в общем, Хабирову нравится туда ездить, потому что там его ласкают, обнимают, кормят. Я не знаю, правда, за чей счет. В общем, охарактеризовал свои нынешние отношения с Беларусью Хабиров как радостный. Он заявил, что отношения нас радуют, и мы все глубже идем и углубляемся в промышленную кооперацию. Собственно, в этот раз в Минске прошел очередной форум «Беларусь-Башкортостан». Подписано 10 соглашений в области туризма, машиностроения, нефтехимии и башкирско-белорусского долголетия. Ну, Хабиров, обещая сформировать в Башкирии некий белорусско-башкирский технопарк, очередные 200 гектар под это уже выделены, в планах постройка еще двух заводов «Амкадор», хотя мы как-то не видим на улицах пока техники «Амкадор», которая бы у нас здесь чистила снег, и было бы все у нас здорово. Ну, ладно, еще два завода. Какой-то новый молочный завод будет построен в Башкирии. Это опять в воображении Хабирова. Ну, и, естественно, продолжится бесконечное мучительное сотрудничество Минского автомобильного завода и Уфимского троллейбусно-трамвайного завода. Взаимные поставки продуктов продолжатся, обмен спортивными делегациями и студентами вузов. Ну, все как обычно, все как мы любим. Много разговоров о башкирско-белорусском сотрудничестве, однако вот реальных вещественных каких-то подтверждений этому сотрудничеству мы не видим. Мы не видим толком башкирских продуктов в Беларуси, мы не видим толком белорусских продуктов, в том числе продуктов питания здесь, в Башкирии. Да и, собственно, этому особенно способствовать не нужно. Если бы в этих двух странах, в России и в Беларуси, был рынок, то продукты сами бы курсировали туда, где их выгодно продавать. Куда их можно довести, где существует какая-то маржа, где есть хороший рынок, спрос и так далее, и так далее. Вот способствовать этому на государственном уровне точно не нужно. А вот проталкивать всякие бредовые идеи, типа, простите, троллейбусно-трамвайного завода, который никак не может разродиться, и, собственно, башкирский вот этот троллейбусно-трамвайный завод много кому что наобещал, но как-то не всегда получается. И, соответственно, вот я так понимаю, что Минский автозавод тоже так скептически смотрит на это сотрудничество. Очень уж вся эта история с башкирско-белорусской дружбой похожа на вот этих вот зубров, которых мы потеряли в Мурадымовском ущелье. Много-много денег вложено, много шума, много гамму, а где те зубры, никто толком не знает. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать, предлагать темы для наших выпусков. И, конечно же, не забывайте помогать нашему каналу материально, потому что существуем мы исключительно на ваши пожертвования. Помочь каналу можно единственно доступным способом, через расчетный счет, который мы вам демонстрируем, и который мы указываем в описании под каждым видео на нашем канале. Обсуждая ситуацию в ЖКХ на дорогах ИЧС, Голованова Ирина Александровна сообщила нам, что крупных аварий за минувшую неделю в Башкирии произошло только две, и обе в городе Уфа. Так называемых технических инцидентов случилось 33, и они охватили 185 многоквартирных домов. Ну, то есть речь идет об отключении коммунальных ресурсов менее 8 часов. О нашумевшем в СМИ провале грунта на улице Нуреева в Уфе Голованова рассказывать не стала. Ну, действительно, подумаешь, мелочь какая-то. Четырехметровая воронка образовалась на месте канализационного колодца, все ушло вниз, разговоры про карсты и так далее, и так далее. Меня поражает удивительная беспечность Министерства жилищно-коммунального хозяйства вот в вопросах информационного взаимодействия с населением. То есть достаточно было объяснить внятно, что там произошло, чтобы не множились эти слухи, чтобы не шли разговоры, шепоты об этих каких-то там чудовищных карстах в районе планеты и так далее, и так далее, что все мы умрем, там все дома скоро обрушатся и так далее. Эти разговоры, безусловно, курсируют. Зачем вот поддерживать эту нездоровую информационную среду, я не понимаю. Достаточно внятно, четко объяснить, выпустить пресс-релиз, сказать, смотрите, у нас обрушилась там плита, перекрытие какого-нибудь коллектора, там, мы сейчас это все дело восстановим, и все будет нормально. Нет же, тишина. То есть вот это вот странное высокомерное молчание обычно потом оборачивается какими-то совсем плохими последствиями. Но, увы, пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства такие вещи просто тупо не понимает. Четвертую неделю подряд в Башкирии растет смертность на дорогах. Александр Владимирович Калибанов доложил о том, что погибло за минувшую неделю 9 человек и уже 40 человек, погибших на дорогах Башкирии в 2024 году. Это на 17 человек больше, чем за тот же период 2023 года. Уже поймано 1556 пьяных водителей за рулем, и количество людей в нетрезвом виде, садящихся за руль, тоже неизменно растет. Рост количества погибших в ДТП продолжается, повторяю, четвертую неделю. И если существующий на данный момент темп смертности на дорогах сохранится, то в 2024 году Калибанов рискует получить число погибших в диапазоне 450-460 человек, что существенно выше той планки, которую ему обозначил дорогой Радифаритович. Хабиров, напомню, велел Калибанову никоим образом не выйти за показатель 400 погибших в 2024 году, а желательно, чтобы их было меньше. Так вот, пока темпы не дают шансов Калибанову этот норматив выполнить. Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, насколько на это влияет зима, но очевидно, что действия Министерства транспорта никак не влияют на уровень смертности на дорогах Башкирии. Далее последовал доклад все и той же Ирины Александровны Головановой на тему о планах по благоустройству общественных пространств в Башкортостане в 2024 году. Ирина Александровна сказала нам, что за минувшие пять лет, опять подчеркну, они все время говорят о пяти годах. То есть они не говорят, что они сделали в прошлом году или за истекший квартал, они все время охватывают пять лет. То есть вот эта накопительная система достижений их никак не отпускает. Так вот, за пять лет Ирина Александровна в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды освоила 7 миллиардов рублей. Отмечу, что 90% этих денежных средств – это федеральные средства. И на эти деньги благоустроили 683 общественные территории. Это парки, аллеи, набережные, площади, скверики и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все, что мы так любим и все, чем мы так гордимся. В 2024 году будет освоено 1,2 миллиарда рублей и благоустроено 123 общественные территории. В частности, в Уфе Ирина Александровна Голованова планирует грандиозное благоустройство парка лесоводов. Ну, на нашей с вами памяти это уже третья попытка благоустроить этот парк. Теперь там снова появятся площадки для пикников, детские площадки, велодорожки. Ну, все, что мы уже там пытались увидеть примерно три или четыре раза. Примечательно, что ранее при реконструкции или попытках реконструкции этого парка неизменно получалась большая грязная общественная шашлычная под открытым небом с опцией бесконтрольного употребления дешевого алкоголя и использованием ненормативной лексики направо и налево. Не знаю, что теперь получится. В общем, третий заход парк лесоводов. Значит, из этого дикого парка и шашлычной под открытым небом они хотят сделать что-то более или менее приличное. Ну, если бахнуть туда миллиард, то может что-нибудь и получится. Ну, лишь бы только вот эту знаменитую лиственницу Кашкаданскую там опять не применили. Хабиров потребовал от Головановой, чтобы Министерство жилищно-коммунального хозяйства, как он выразился, разговаривало с людьми. Ну, объясняло, видимо, почему считается важным и нужным тратить миллиарды на вазончики, велодорожки, высадку однолетних растений вместо того, чтобы начать масштабную реконструкцию, изношенной на 70 и более процентов инфраструктуру жилищно-коммунального комплекса. Хабиров потребовал, чтобы людям объяснили, что вазончики, скверики и велодорожки – это важнее, чем ремонт системы ЖКХ. К сожалению, немногие понимают, что чем более изношена инфраструктура ЖКХ, тем больше за услуги ЖКХ приходится платить. На самом деле там прямая связь. Если у вас все трубы дырявые, из них течет во все стороны, то вот эти всякие побочные расходы и прочее-прочее растут с каждым днем. А стоимость всех этих расходов все равно ложится в среднем на всех плательщиков за жилищно-коммунальные услуги. То есть, если к вашему дому подведена дырявая труба, вы платите и за ту воду, которая в эти дыры утекла. Вот у меня все больше и больше недоумений вызывает вот это щедрое благоустройство всего, чего попало, что только увидел Хабиров и его товарищи, в обмен на то, что они не реконструируют систему ЖКХ. А вмешиваться и вторгаться в эту сферу сейчас нужно срочно. Потому что износ системы ЖКХ, нагрузка на систему ЖКХ на самом деле критические. Мы не видим каких-то масштабных проектов по реконструкции, ремонту, переукладке каких-то больших теплотрасс и прочего-прочего, зато видим бесконечные скверики, дворики, всевозможные вазончики и однолетние растения. Хабиров напомнил о доброй традиции заслушивать успехи крупных башкирских предприятий на оперативном совещании. Ну действительно, когда совершенно нечем заполнить совещание правительства, можно позвать в гости каких-нибудь успешных бизнесменов. Но в этот раз было интереснее обычного, потому что в этот раз заслушали доклад генерального директора акционерного общества «Башспирт» Раифа Рамазановича Абдрахимова. Мы давненько не видели Абдрахимова в кадре, но он вообще не очень публичный человек, до этого он был там вице-премьером, и вот его делегировали, отправили срочно спасать «Башспирт», после того, что там случилось, ну вот, вы помните, да, Стрижнев, Сидякин, Нагуманов, вот эта вот компания, потом обыски от «Маски-шоу» 400 миллионов, ущерба, потом как-то все затихло. Но мы еще вернемся к этому вопросу. И в этот момент Хабиров поручил своему надежному товарищу Абдрахимову, ну, как говорится, спасти флагман башхирской алкоиндустрии. И вот Раиф Рамазанович доложил о своих успехах на этой НИВе. Ну, начал он издалека, рассказал о масштабах и показателях предприятия. Четыре ликероводочных завода и площадка по производству этилового спирта – это все, что теперь есть в активе башхирспирта. В 2023 году акционерное общество «Башхирт» заняло пятое место по производству водки в Российской Федерации. Ну, вроде неплохо, что пятое, да? Однако, ложка дегтя в бочке меда «Татспиртпром», татарский аналог «Башхирта» занял второе место в Российской Федерации, и татары опять обскакали нас. Но, тем не менее, Раиф Рамазанович довольно бодро и оптимистично докладывал об успехах своего предприятия. В прошлом году удалось на 14% увеличить производство алкогольной продукции, и ее было выпущено более 5 миллионов декалитров. И это несмотря на противодействие всяких зловредных программ, типа «Трезвое село», которое лишает «Башхирт» некоторого процента рынка. Выручка крупнейшего производителя алкоголя в Башхирии составила в прошлом году 24,5 миллиарда рублей и выросла, между прочим, на 23%. Чистая прибыль компании была на этом фоне достаточно скромной, составила только 251 миллион рублей, но при этом чистая прибыль выросла, внимание, в 8 раз по сравнению с 2022 годом, когда компании рулили Нугуманов, Стрижнев и Сидякин. В 8 раз выросла прибыль. Ну вот представляете, да, что творилось на этом предприятии до прихода Абдрахимова. Сумма уплаченных налогов в прошлом году составила аж 16 миллиардов рублей из 24,5 выручки. 5,7 миллиарда рублей поступили непосредственно в башхиртостанский бюджет. Ну, напомню, что структура алкогольного бизнеса, она, конечно, такова, что там очень много налогов и акцизов. Действительно, это такой низкомаржинальный, на самом деле, бизнес, но какой есть, такой уж и есть. Штат предприятий на данный момент составляет 1900 человек, и Абдрахимов почему-то похвастался средним уровнем зарплаты в 52 тысячи рублей. Это, конечно, очень скромно. Обратите внимание, это средний уровень зарплаты. То есть у кого-то, как говорится, 20, а у кого-то 80. Ну, не так уж, чтобы уж очень много. Хабиров, выслушав доклад Абдрахимова, ну, так очень снисходительно, но подытожил он его так, что Абдрахимову удалось справиться с последствиями деятельности группировки Стрижнев-Нагуманов-Сидякин, удалось избежать развала, падения и банкротства компании, всего этого было не допущено, даже долгов сейчас за Башспиртом никаких нет, в том числе перед налоговой инспекцией, и Хабиров сказал, что необходимо двигаться дальше. Жаль, что Абдрахимов и Хабиров тщательно обошли стороной тему вот этих самых 400 миллионов рублей, потому что следственные органы поспешили тогда сообщить о том, что выявлен ущерб предприятию, а значит государству, потому что Башспирт это 100% государственное предприятие, ущерб на 400 миллионов рублей, и это был вот момент ухода группировки Стрижнев-Сидякин-Нагуманов и прихода новой администрации в Башспирт. Ну то есть мы правда любопытствуем, но как же там 400 миллионов? Куда они делись? Кто их попятил конкретно? Назовите фамилии. Почему никто не арестован до сих пор? Почему так медленно движется следствие? Это все-таки государственные деньги. Ну вот пока ответов на эти вопросы нет, но возможно, что на фоне масштабов предприятия, на фоне там миллиардных выручек, 400 миллионов считается так, карманными деньгами, и, как говорится, возиться не стоит. Но я уже высказывал предположение, что господин Сидякин, который был председателем Совета директоров Башспирта в тот период, в результате которого было выявлено вот эти вот 400 миллионов куда-то пропавших денег, господин Сидякин сейчас занимает очень такую серьезную пафосную должность в структуре партии «Единая Россия» в Москве. И я полагаю, что вот это его состояние положения, оно каким-то образом его избавляет вообще, в принципе, от интереса со стороны следственных органов и, в принципе, ему дает некую охранную грамоту. Но остальные-то что? Стрижнев, Нагуманов, в принципе, они сейчас где-то здесь на свободе и с чистой совестью, ну, можно было бы, наверное, их спросить. И вообще, куда делись 400 миллионов, между прочим, такой сумме можно вполне себе найти достойное применение. В общем, ждем мы ответов на эти вопросы, пока они не звучат. Чувствуется, что поговорить-то, конечно, в правительстве стало совсем не о чем, потому что явных очевидных успехов нет. Программы увядают, финансовые потоки в Башкирию иссякают, это очевидно, потому что по всем показателям идет сокращение расходов, ну, как федеральных денег, так и региональных. Бюджет, конечно, выглядит достаточно тускло. Ну, пытаются пока придумывать темы. Вот, например, завершили оперативное совещание, ну, суперкоротким докладом, буквально на пять минут, сделал его исполняющий обязанности министра строительства Республики Башкортостан, Сидоркин Владислав Анатольевич. Он рассказал об итогах реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в 2023 году. Ну, и, естественно, конечно, начал с 2019. Сидоркин сообщил нам, что с 2019 года по 2023 год было расселено 9 тысяч жителей, и расселение коснулось 111 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. Республика Башкортостан занимает скромное, но неплохое шестое место по Российской Федерации по этому показателю. Примечательно, что в своем кратком как выстрел докладе Сидоркин обозначил и перспективы дальнейшей работы в этой области. Выяснилось, что вот они за, там, получается, 4 года или, там, за 5 лет расселили 111 тысяч квадратных метров жилья, а в перспективе сейчас требуется расселить еще 530 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья. То есть, если теми же темпами, а те же темпы не сохранятся, у нас идет постоянное снижение финансирования, так вот, если даже теми же темпами, то это еще 25 лет. Вот это получается снежный ком. Если 25 лет будут расселять вот эти 530 тысяч квадратных метров, то за 25 лет наберется еще какое-то количество, большое количество жилья, которое придет в абсолютную негодность. Ну и так далее, и так далее. Вот, по-моему, с этой проблемой надо что-то системно менять, потому что государство не может без конца тратить миллиарды, учитывая, что, ну, коррупционная атмосфера такова, что там еще и воруется примерно 50% из всех этих вот ассигнований, то вот государство, пожалуй, что не по плечу такая задача. Надо как-то иначе это решать. Но пока им в голову ничего не приходит, и они ждут поступления федеральных денег, на них там как-то криво-косо закупают или строят какое-то жилье, и вот все это начинает растягиваться на десятилетия. Многие не доживают до того момента, когда им выдают это жилье. Да и должно ли государство выдавать кому-то жилье, это большой вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!